Знаешь, такие заломчики образуются на коже? У меня есть заломчики, да. Если у тебя кожа жирная, чуть-чуть блестит, на нее нельзя ничего намазывать, забудь про это. Я пытался его по гарантии придуриться, но мне что-то не сделали. Выровнять ее вообще в ноль и сделать вообще как новую. Англичане у нас посмотрели, говорят, вы что, идиоты что-ли? То есть, подожди, если у меня заломы, это не стрёмно? Это не стрёмно. И если твой ребенок подосядет, и у него начнется приступ пасмы какой-нибудь или аллергия, то ты не то, что бизнес потеряешь, ты сядешь в тюрьму. Это и есть защита еще не от детей, а как сказать, от шалости детей или как правильно выразиться? Детей – это другая защита от детей. Как? Ну, она резиновая, обычно. Не, ну подожди, ну что значит резиновая? Аааа, защита от детей, говорит, резиновая. Я лошара не понял, о чем речь, о Павел контрацепции. Так, ну что, всем привет. Второй день, второй день. Машину нашу делают. Делают машину, мы опять приехали к ребятам в сервис. У-ху-ху-ху. Еее. Заходим. О! А лица-то все те же. Че, парни, какова готовность? Машину, я чувствую, что в работе. В работе, да? В работе, да? Ну, че? Че у нас-то? Смотрите. Все идет по плану. Ну, все идет по плану. Значок мне, кстати, заклеили. Значок заклеили, да? Красота! Так, ну че? Надо к Паше по тренировке идти, да? Да, по тренировке. Да, по тренировке. Слушай, мы еще на самом деле тут ребята посоветовали еще одну вещь на самом деле сделать на этой машине. Какой? Мы на твоей машине, наверное, попробуем защитить его, как мобильный телефон, экран внутри. То есть, чтобы он не царапался, ну, меньше как бы пачкался в любом случае. В смысле? А подожди, это как на моем стекле вот тут? Да, у тебя на стекле, если, например, защитная пленка, то здесь будет то же самое. А что значит попробуем защитить? Ну, попробуем защитить, то есть мы это сделаем, а ты уже поскажешь там это хорошо или нет в процессе эксплуатации. А, я думал, вы просто первый раз будете на моей машине пробовать, нет? Нет, первый раз мы не будем, мы уже делаем достаточно много, этот экран достаточно маленький, то есть. А, ну вот у меня экран, он сенсорный, да? Он сенсорный, да. И постоянно тыкать, если у тебя ногти, у девушки ногти, да? Ну, когда у девушки ногти. Или дети. В любом случае, когда ты залез в машину, там типа грязную дверь открыл и сенсорным пальцем прислонился к сенсору, само собой, что он поцарапается. Потому что у тебя песок на пальце. Ну да, а если ты постоянно это делаешь, ну, в течение двух лет, то, соответственно, я его потихонечку и затрону. Потихоньку он будет сделан. Поменять такое стекло сколько примерно стоит? Я думаю, что оно не меняется стеклом, я думаю, что меняется всем монитором. Это сколько примерно стоит? Ну, не знаю, тысяча, наверное, шестьдесят, семьдесят. Минимум, да? А стекло такое сколько стоит? Стекло стоит от пяти до шести тысяч рублей на данный автомобиль. На данный автомобиль, да? Месяц с установкой, само собой. Ага, месяц с установкой. Сейчас покажу свой монитор, о чем речь. Вот он. Угу. Ну, то есть, короче, проще так и будет это все... Ну, по крайней мере, у тебя не будет он царапаться. Если потом зацарапается сама пленка, когда... Через два года, три. Я приеду и еще раз сделаю. Еще раз поменяешь ее и все. То есть, и все будет хорошо. Огонь. Паш, такая история. У меня, ну, знаешь, белый RX, перламутровый цвет. Сейчас нам надо определиться с тонировкой из поли... Как называется пленка, которая... Солнце не пропускает, забыл. А, термальная пленка. А, термальная пленка. Вот, сказали, что ты специалист. Пожалуйста. Ну, вот скажи. У меня двое детей. Так. Живем за городом. Здесь. Ну, в Москве. В Москве. Да, под Москвой. Ну, солнца у нас не так много, поэтому какие-то там сверхтехнологии ты можешь и не применять, но вообще пленки отличаются... У каждого производителя есть линейка от простых пленок, окрашенных до суперэффективных, которые борются с солнечным... Но мы можем путешествовать, поехать. Ты знаешь, мы на море любим с семьей, а там припекает нормально. Поэтому я термалочку делаю. Если на море едешь, тогда нужно использовать хорошие, качественные пленки из верхней линейки производителя. Верхняя линейка – это керамические пленки на сегодняшний день. Керамические пленки. Вот смотри, зад я хочу закатать наглухо, потому что у меня там два детских кресла, но если будет просвечиваться, то разобьют, вытащут, не дай бог. Наглухо керамическая пленка. А, а наперед? А термальная? Тоже керамическая? А термальная, она тоже керамическая, просто ее немножко выделяют отдельно от других пленок, потому что эти пленки практически не окрашены вообще. И видно чуть-чуть оттенок тех сплавов металлов дорогостоящих, которые нанесены между слоями двух пленок. Ага. Ну хорошо. Так, ну давай сейчас мы начнем с какой? С задней пленки. Назад. Начнем с задней. Чем зад клеим? Если белый перламутр, цвет какая? Черная, да? Ну она будет темная, но оттенок будет той керамикой, которая будет работать непосредственно в... Ну, да. Побороться с отражением солнца, с поглощением энергии. То есть у тебя стекло будет нагреваться, но внутрь пропускать оно ничего не будет. Вот темный оттенок. Видишь, он немножко зеленоватый такой? Да. Но это вот все зависит от того, какая там керамика. Другого оттенка здесь быть не может, потому что здесь в этой пленке присутствует графен, во-первых. Знаешь такое вещество, да, недавно открыли наши ученые? Графен. Первый раз слышу. Я слышал где-то фен, соли, фен. Это графит, который расположен в одну молекулу такими шестиграничками, да, то есть все в плоскости. Плоскость состоящая из таких сот графита. Тут же мы смотрим сейчас, нет, ты слишком так, знаешь, как надо простым обывательским языком, если вот сейчас это видео смотреть. Ну, во-первых, не то, что даже для всех, а для себя. Да, да. Я структурно рассказываю. Вот пленки, да, керамические. Здесь разные серии этих пленок. Я структурно рассказываю, да. С чего начиналась вообще пленочная индустрия? Она начинала с того, что на пленку наносился окрашенный клей. Я первый раз претис. И добивались вот этой пленки, по сути, только приватности. Больше пленка не работала, но прошло очень много времени. Приватность это затемнение. Затемнение, ну да. Лобовухи тонировали, да. С тех пор индустрия вот эта, она шагнула очень далеко. И в 2007-2008 годах произошел технический прорыв, да. И пленки вот эти, да, тонирующие для автомобилей стали высокоэффективными пленками. Это что значит высокоэффективными? Солнце светит. Да. Сидишь внутри и не ощущаешь, что оно светит. Вот. Я про это говорю. Как это? Вот покажи, что это значит? То есть, ну как объяснить? Ну как объяснить? Вот у нас есть, например... Ну покажи разницу. Вот это аппарат, это же, да? Да. Это аппарат, который работает в диапазоне 2500 нанометров. Цветовая волна такая. Которая сильно нагревает. Как будто солнце, палящее солнце. Правильно я понимаю? Это именно нагревающая волна, которую мы ощущаем как нагрев. У солнца длинная волна. Знаешь, радуга, да? Да. От фиолета до красного цвета. Краевые волны. Вот ультрафиолет любая... Супер. Я первый раз это слышал. Ультрафиолет... Радуга это солнце что ли? Это спектр световой. Она теплая типа радуга? Или что? Это световой спектр. Свет это волна. Молчать, наверное? Тебе просто говорю сказать дебил. Цвет это волна. У этой волны есть длина волны. Вот короткая длина ультрафиолетовая, она не греет. И средняя она не греет. А греет длинная волна. Длинная волна. Инфракрасные фонарики. Они красным цветом светят. Нагревающие. Инфракрасный, знаю. Да. Вот это инфракрасный цвет. А солнце тогда что? Солнце это ядерная установка, которая вот эти волны выдает. Но солнце есть у нее тоже инфракрасное что ли? Конечно. У тебя есть холодный свет, например, то же самое ксенон, который не дает у тебя тепла. Там в другом, наверное, это ксенон. Большой тоже диапазон, он ближе к солнечному. Ну да. В общем, ладно. Короче, смысл в чем? Ультрафиолет держит любые пленки. Любые пленки. Любые. Держит ультрафиолет. Держит его. Мы сейчас будем говорить только о нагреве, которое ты ощущаешь. Ну то есть ты вышел в магазин, у тебя там кот сидит в машине. Вот у тебя не будет 15 минут, кот сдохнет от жары. Если будет некачественная пленка. Если машина сильно прогреется на солнце. Машина греется не только от того света, который проходит сквозь стекла. Она греет еще от металла. Снизу асфальт поддает и так далее. Конвекция внутри машины у тебя в любом случае будет. Мы сейчас отсекаем то, что попадает внутрь машины через стекла. Ну то есть смысл в чем? В том, что когда... Как выбрать тонировку? Обычно, скажу честно, я приезжал и там есть слишком темное, менее темное и там подобное. Я не знал, что бывает металлизированное. Это оба пятнашки. Пятнадцать. Что такое пятнадцать? Пятнадцать процентов это... Нет, но это же темнее. Пропускание видимого света. Ну они примерно одинаковые. Нет. Вот это светлее. Вот сейчас мы поставим в прибор, он нам покажет. Вот. А, вот сюда мы ставим металлизированную слева, да? Вот так. А справа мы ставим керамическую серию пленок. Какая из них круче считается? А вот... Сейчас и посмотрим. Ключим. Сам скажешь, какая круче. Ну, по мне так темная, это значит менее пропускная. А светлая более пропускная. А ты говоришь, они одинаковые по пятнашке. Вот ты думаешь, какая-то, ну вот... Ну, по логике, потому что рассказали. Я так понимаю, что здесь темнее будет. Нет, ну, этому самому, да. А это я так понимаю, что это пленка, которая будет держать температуру. То есть, грубо говоря, здесь под нагревом, ну и... Да. Если она вот так вот будет, да? То есть здесь рука на этой пленке не будет нагреваться, а здесь будет нагреваться. Но это темнее, это все. Я пока не понимаю. Ну, вот сейчас засунушь руки. Да, точно. Точно руки-то засунуть нам. Паля рассказал, что пленка у нас будет тоже стек. То есть, именно тонировочная термальная. Того же производителя, который у нас сейчас является топовым по пленкам и по пленкам. Это обе стек. Лех, ты готов? Это у нас температура. Температура вот этого нижнего датчика, который стоит внизу. Можешь посмотреть наверху. Можешь попробовать тактильно. Ну давай тактильно. То есть тут сейчас что показывается? А, датчик? Вот сейчас разница в четыре с половиной градуса. Вот тут горячее должно быть. Вот давай, Леха, попробуй. Ну суй две руки, просто положи их на пол. Нормально? Да нормально, давай. На пол положи их. Нет, положи ниже, Леха. Зачем я на даче водопластик? Ну здесь горячее. Где? Вот слева. Вот тут горячее, да? Да. Ого. Здесь мини. Ну то есть. То есть это и есть. Вот сейчас солнце светит. Казалось бы, это темное, а оно пропускает больше. Один из спектров излучения солнечного сейчас светит. Один, это крайний, который мы ощущаем как нагрев. Ага. Человек ощущает этот спектр как нагрев. Вот тут комфортнее, да? Здесь комфортнее, да? Здесь держишь. А еще будем греть. Конечно. А до скольки ее можно нагреть так? Ну сильно. Можем раз пять ее включить. Она вообще раскалится. Ну вот по градусам видно. А ну 30 градусов? Это сейчас температура 30 градусов. Это лента. Давай до 45. Ну это жареще. Ну это жареще. Ну это вот в Волгограде 45 бывает. Реально. Варить. Ну в машине температура вообще на солнце доходит до 90 градусов. Как в бане. Даже горячее, да. Но у тебя же нет там обмена. Если машина стоит, то у тебя воздух замкнут. Прогрев соответственно увеличится. Ты же приходишь по машину. Заводишь, кондей включил, дверь открыл. Пусть охладится. Кожаные сиденья, которые очень весело. А ну да, кстати, ляжку же можно обжечь. Обжечь можно ляжку реально. Так, нагреваем. Смотри, разница растет, видишь? Да. Тут 34. У меня конечно тут бегает. Тут 34, там 28. А уже 35. Вот сейчас, если мы эти стекла вытащим, тактильно, вот это стекло будет горячее. Вот это? Да. А это будет прохладнее. То есть оно все сквозь себя пропустило. А это все на себя привело. Да, берет все на себя. Да, стекла в автомобиле каленые. Лопнуть они не могут. Поэтому применяются вот такие материалы. Но насколько они горячие сейчас? Ну, вот сейчас ты не удержишь ее в руке от стекла. Сейчас Леху попробуй. Леха попробуй. Давай Лехе на щеку сейчас положим. Ну, оно горячее. Особенно в центре. Ближе к центру оно кипяток. Горячее, Олег? Ну, горячее. А это нет. Это я свободно могу держать в руках. А это не возьмешь? А это я обжигаю. Аааа. Так, ну и что? В итоге-то мы чем зад мы не клеим? Вот смотри, если ты заклеишь тем, чем клеят сейчас все, да? То есть люди приезжают в тонировочный центр. Да. Выбирают мне там 15 процентов. Да. И человек не знает какой серии будет эта пленка. Это будет, если она будет вообще просто окрашенная пленка, она тут вообще уже будет, знаешь, сколько градусов. То есть не 40, а градусов 70 будет. Она просто сквозь себя все пропустит. Хорошо. Как человеку приехать и понять это? Во-первых, в тонированных центрах должны стоять вот такие аппараты. Я правильно говорю? Нет. Хотя бы тонировщики должны иметь инфракрасную лампу. То есть вот ты ее включил, пленку поднес и сразу чувствуешь... Аааа. То есть в тонировке, там где вы будете планируете тонироваться, должна быть инфракрасная лампа. Попросить пленку натянуть и подержать руку, да? Поднести инфракрасную лампу. А это сейчас тоже инфракрасная? Это инфракрасная лампа до Philips. Обычная Philips лампа. Все. То есть только тут мы видим сразу температуру, а там даже не обязательно видеть просто как тепло. Разница уже вставляет 10 градусов. Ну да, за 10 минут. А если так на солнце? Ну я понял. Так. И? И что сказать? То есть где меньше будет пропускаемость? Где у тебя меньше будет проходить нагрева, это значит пленка более эффективна. Ой-ой-ой-ой! Видишь? Прям только что. Ни хрена себе. Это обычное не каленое стекло. Оно лопается. Вот так. Ни фига себе. Мы ничего не делали, да. Ничего не делали. Это просто простое стекло обычное. Ну в машине так не можно с рынка? В машине каленое. В машине каленое. Это не закаленное стекло обычное. Силикатное. Жесть. Да. То есть а здесь все нормально и до сих пор она может быть. Так это от пленки? Я не понимаю. Так подожди. Эта же пленка... Ааа, эта пленка забрала на себя весь нагрев и стекло треснуло. Да. Отдала стекло его получается. А это грубо говоря пленка. Все пропустила. Все пропустила на моих детей, которые сидят сзади. Моим детям жарко, а этой пленочке хорошо. Да. Все, пленка вот эта плохая. Нет, она неплохая. То есть как? Она неплохая, но есть лучше. Есть лучше. Хорошо. Какую лучше? Ааа, смотри. Значит... Что мы будем клеить мне, ребята? Мы наклеим тебе керамическую пленку назад и атермальную пленку вот такую вперед. Атермальная пленка прозрачная, видите? Да. С оттенком голубизны? Ну чуть-чуть. А серенькая не бывает? Даже больше серенькая, потому что здесь карбон работает. А, на солнце она будет... Никак ты ее вообще на стекле не увидишь. Но серо-голубой оттенок все равно не будет. Не будет. А оттеночка не будет? Нет. Ну вот стекло. Нейтральный оттенок. Угу. Вот мы ее сюда ставим. И также на ощущениях сейчас прозрачная пленка, вот эта прозрачная пленка, будет работать в 10 раз лучше, чем вот эта окрашенная. Понимаете, да? А термалочку, ребят, если вы живете где-то на морях, там я не знаю, на югах, да? Вот. А термальная пленка, многие ее не делают. Передние стекла нельзя тонировать, а термалочкой можно. Сотрудники останавливают, они даже ее не понимают и не видят. Правильно? Даже останавливать не будут. Даже останавливать не будут. Единственное, лучше сначала поставить машину на учет, если она новая, а потом закататься. Правильно? Потому что там ребята стоят, там под камерой, они могут подойти и опустить к стеклу. Ну у меня раз так было, пришлось там это, да, улыбаться. Плёнка, это верх сейчас тонировочной технологии, там используют самые дорогие микрочастицы металлов, которые осаживаются на пленку и пленка при своей прозрачности эффективно борется с пропусканием. Плённой нагрева, то есть на 100% держит ультрафиолет и очень серьезно работает с инфракрасным излучением. Давай, Алешенька. Можем? Давай. Ну даже вот по температуре, вот по ощущению, представляешь, что это ты сидишь, это твои руки, твоя щека. Здесь прохладно. Давай. Опять же это очень удобно, когда ты в движении едешь на тот же юг, да? У тебя черная майка, ты едешь долго, у тебя солнце будет и слева, и прямо, и справа. Если выше поднимаю к стеклу, левая рука горит. Ну понятно. Вот она прямо горит, а здесь все спокойно. Так тут уже 40. Ну я тебе говорю. Вот. Ты едешь вот в черной куртке, да? Тебе грудь напечет. Ну то есть есть водительский загар, да? С этой пленкой не будет. Не будет, конечно. Понимаете, да? По деньгам это что? По деньгам это в среднем? По деньгам вообще, то есть вот эти высокоэффективные керамические, они, если в пересчете на одну машину, да, то ну там не сильно дороже процентов на 25, на 25 процентов дороже, чем где дорогой. По стоимости, если берем машину типа RX, наверное, это где-то будет в районе 8-8,5 тысяч рублей. Это что? Это будет обычная пленка. Стандартная? Стандартная, металлизированная. Это назад? Это назад только. Это задняя полусфера так называемая, задние два боковых и задние форточки в багажнике и заднее стекло. Это будет где-то в районе там 8-5 тысяч рублей. Но это будет хорошая пленка? Да, хорошая будет металлизированная пленка. Не очень хорошие, сколько стоят? Вот обычные черт закатывают все, любые, знаете, вот металлизированные, но другого качества, нет, другого качества. Ну, примерно одинаковые все, на самом деле. По стоимости. По стоимости можно найти там за 5 тысяч рублей, только, если это будет другой бренд и более дешевый. Вот, так я же говорю, экономия 3 тысячи рублей, да? Ну, да. И ты получаешь не то качество. Ну, во-первых, у тебя некомфортно будет с задним пассажиром. Вот, у меня дети. И я думаю, а хорошо, вот про кондиционер, да? И правильно будет работать климатическая установка в автомобиле. То есть, если сзади, черные вот эти наши, хорошие, не пропускают кипяток солнца, да? Вот это я по-простому. Кондиционер у меня на минимуме, да? Мне дует наперед и доходит до зада. Ну, у тебя не кондиционер, у тебя климатическая установка. Климатическая, да. Она будет работать в нормальном, без надрыва режиме. Ну, короче, вы поняли, да, какие умные ребята? Ссылку на них я оставлю. Обязательно зайдите на их страницы. Кто будет тонироваться, приезжайте. Ну, по крайней мере, здесь тонируюсь я. Как мы все это сделаем, я вам покажу, как качество сами оцените. Я пленкой, которой вы мне машину обклеили. Это вот тут можно проверить? Да. Я сомневался, СанТек или вы мне стек говорите, да? Одинаково, примерно. Вот. Одинаково, да? Ну, как бы, когда мне заклеили предыдущие там машины, мы Highlander брали, мне сказали, ты что, вообще, что ли, корейцам заклеил? То есть, топ это СанТек. А шоком он скорее в какую-то страну третьего мира попал, что ли? Нет, я в этом не разбираюсь. Просто люди, которые там в интернете... Это индустриальная страна, там работают серьезные химики, серьезные ученые, очень много русских там, кстати, осаживается. То есть, мозги скупают точно так же, как и Америка. Это индустриальная, хорошо развитая страна. Сателлит, кстати, США. На корейских машинах мы ездим, у нас претензии есть какие-то. Да, телефоны санкции мы используем, мы используем. То есть, покупаем эти же... LG, телевизоры, там, типа LG, грандника и все остальное. Ну, good. У нас меньше американской техники, чем на корейской. Согласен. Так, что это за аппарат, расскажите. Это дровилометр. То есть, суть его в том, что я, если его включить... Так. А что у нас там сейчас стоит за пленкой? Давай покажем. У нас сейчас здесь просто наклеена антигравийная пленка. Антигравийная пленка какая? Полиуретановая, не знаю какая. Просто антигравийная пленка. Он показывает, что будет своим лакокалочным покрытием, если пленки не будет. А где она наклеена? Вот здесь. А, слева пленка? Здесь нет. Здесь нет. Сейчас мы покажем. Как? Опа, она зацепляет. Это еще, подожди, машина. А, слева пленка, ребят, короче, слева пленка, справа нет. Это антигравийная пленка. Она предназначена для сохранения лакокалочного покрытия. Без сколов. Это то, что мне заклеивает. Без придертостей и так далее. Вот он имитирует, собственно, камнепад, который летит в тебя и на гравийной дороге. На высокой скорости. Или нет? Зимой песка струет, наверное, да? Я думаю, что летит еще гораздо сильнее и быстрее, чем здесь. Живые у нас летают зимой очень хорошо. Гравий летает при ремонте дорог там и так далее. В общем, вот он. Давайте посмотрим. Сейчас будет очень громко. Может, микрофон прикрыть чуть-чуть. Да ладно. Такие у них тут станочки вообще. Я нигде такого не видал. В общем, это станок, да. Станок это прибор, гравилометр называется. Он имитирует попадание камня в лакокрасочное покрытие на скорости 150 км в час. Вот сейчас была 150 км в час. Москва-Питер трасса. Я лечу. И вот что ты получаешь. И вот что я получаю. Я стяню пленки. Ёперный театр. Это лакокрасочное покрытие у тебя повредилось. Ты прикинь? Это вот так вот потом мы на мойку. А здесь нет ничего. А здесь вообще ничего нет, ребят. Вообще ничего нет. Вот то, что пленка. Реально, знаете, такое ощущение, когда на мойке переезжаешь, новая машина, и ты не заклеил ее пленкой. И так после первой мойки моешь, и такой, блин. Черный автомобиль, а белый. Какая разница ваш автомобиль? Вы видели сейчас, сколько они стоят? Понимаете, да? Тачки сейчас меньше трех мультов, наверное, нет нормальных тачек, правильно? Да, и смотри, еще вопрос в чем. То есть, многие говорят, что у меня есть страховка, то есть я не буду клеить пленку, покрашу, потом, ну, после первой же той же самой поездки у тебя будет то же самое. Ты опять поедешь по страховой красить капот. Ну да, постоянно красить капот. И при продаже у вас уже будет крашеный. Здесь есть несколько мнений по поводу антигравийной пленки. Антигравийная пленка все-таки продукт достаточно дорогой. Но по сравнению с машиной я не скажу, что он дорогой. Нет, вообще дорогой продукт. И есть клиенты, которые не хотят ездить, пардон, на говне, которая все в сколах и ужасно выглядит и так далее. Другие там умные люди говорят, зачем я потом продам машину выше рынка, потому что она у меня будет ляйка, без сколов. Все соседние, десяток, они будут все ушаренные там, просто в дым, побитые камни. И третье, то есть есть клиенты, которые говорят, зачем я буду делать красивую машину, чтобы потом следующий владелец ездил на красивую машину. Да мне говорят, пофигу. Ты понимаешь, ну то есть... То, о чем я тебе говорил, ты для кого клеишь? Разные мнения, но это внутреннее такое ощущение самого себя, на чем ты ездишь, да, и как у тебя машина выглядит. Любишь ты свою машину, а мужики, да, это игрушка же для них. Вот если ты ее любишь, то ну ухаживай за ней, она тебе прослужит очень долго, с лакокрасочным покрытием у тебя не будет никаких проблем, и продашь ты ее потом выше рынка. Ну у меня... И есть за что просить деньги. Нет, я знаю тебе другое, что к официальному дилеру приезжай, сдавай машину в 3D, они вам дают минус 10 или минус 20 процентов еще от оценки. Минус! Знали об этом? Да. Потому что типа под пленкой непонятно, что тебя может ждать. Ну когда есть у тебя документы о покупке машины и документы о клейке машины, правильно, с первого дня, то мне кажется... Ну вообще-то о торговле трейд-ин, там можно с ними разговаривать, да? Когда люди продают машины в трейд-ин, у них есть там некий коэффициент реализации этой машины, да? Если он превышает там 30 дней, эта машина уже начинает работать в минус. А хорошие машины, а люди покупают хорошие машины, то есть они придут, пройдут ряд таких же РХ и скажут, я вот этот хочу. Почему? Потому что он будет красиво выглядеть, он будет без колов, он будет ухоженный. Человек понимает то, что предыдущий владелец за ней следил. Зачем мне вот это вот ушатанное все, когда мне дайте вот эту? И если компания, которая трейд-ин, она реализует машину быстро, она быстро возвращает себе деньги. Это тоже, они могут, и можно с них и поменьше вот эту усадку попросить, потому что эта машина завтра продастся, завтра, она не будет стоять там месяцами, она просто завтра уйдет. Но это даже, знаешь, как, Паш, не то, что сколы, понятно, сколы, пескоструй, да, обязательно фары клеим, да, мы всю целиком клеим, но еще банальная история, кто-то притерся, не вмятина, а притертость. Или ребенок, да, на велосипеде ехал и ручкой, знаете, там, бочину, да? Град, опять же. Град. Должиться на машину вот так, да, там, и не защищать ее, то есть какого-то там среднего града пленка спокойно защищает. Что там говорить, вот, вот такая штука, ты подходишь, да, бум-бум, поэты, ну да, любая, я не знаю, железочка, правильно, это защищает. Защищает, защищает от серьезных притертостей, не то, что железочек там и так далее, а защищает от химии, которая сыплется на нас сверху, да, там в городе особенно, индустриальная пыль, тормозные колодки, весной бы ты этот РХ отмывал бы, ну, я бы взял машину у тебя дня на два, наверное, чтобы ее опять в белое состояние вести. Ну, потому что у нас поливают дороги, реагенты, и зимой машину даже не старайся такую, особенно белую перламутр, трехслойку, пытаться отмыть там чем-то там просто не получится. Лучше это до весны оставить, весной спокойно ее отмыть, чтобы уже больше ничего не налипло на нее. Но это если нет пленки. С пленкой нам много дорожная разметка, опять же, у нас любят дороги, да, разметку наносить, у нас любят краску, там красить заборы, ветерок подул, у тебя все это на машину осело, вот с пленки это убирается, ну, банально ногтем легко, а если это попадает на лакокрасочное покрытие, иногда процесс бывает необратимый, потому что частицы краски содержат растворители, особенно разметку, когда наносят, и впереди идущая машина колесом зацепила, и на тебя такое облако это все осело, там очень серьезные растворители, они разъедают лакокрасочное покрытие, и у тебя будет половинка торчать сверху на лаке, а вторая половинка в лаке, ты понимаешь, и ты уже это не дотрешься, и будет у тебя черная машина вся в белую точку, например, ну, это касаемо черных машин, есть две машины, за которыми очень сложно ухаживать, это белый цвет и черный, это самый ликвидный, это на черном видно все царапины, пыль всегда, на белом видно все остальное, битум, рыжики от тормозных колодок, которые цвести начинают, желтизну, ну, и всякие там все удовольствия, желтизну от тополя, там и так далее, вот пленка это не только антигравийная, она еще и химически стойкая и защищает, да, легко, то есть любую дорожную разметку с пленкой просто ногтем сковорнешь, все спокойно, год, довольны, ну, это латунная щетка, вот мы берем, это что, здесь есть пленка, здесь нет, так, вот мы ее царапаем, царапина видишь? вижу, сейчас под определенным углом, ну, вот сюда, на свет поем, да, вижу, вот я еще могу так вот эффект матовой машины, да, которая, да, вот я включаю сейчас нагрев и держу, то есть мы смотрим, как будто исчезает сарапина, нагрев, это как будто мы поставили машину под солнце, на солнце, ставим машину на солнце, смотрим сейчас панелька прогреется и царапины будут исчезать и что, они прямо в ноль исчезли, да? да, хорош, реально в ноль конечно, куда, в плюс, ну, вот видишь, уже на середину нет, я-то вижу, сейчас покажу, да, подожди нет, показывал, сейчас можно я прямо в реальном времени показываю я на мойке не разрешаю вытирать тряпкой ну, здесь ты можешь хоть чем тереть, хоть железными щетками то есть я могу разрешать им вытирать тряпкой? обязательно, конечно, и мыть губкой и мыть губкой? и мыть губкой, да и потом на солнце это все ёперный театр, реально, ребят, посмотрите, что происходит на солнце это хуже я в шоке панелька стала тепленькая ну-ка ну, обычная ну, не горячо не горячо, спокойно руку держит ну, то есть у тебя на более горячей поверхности будет это быстрее уходить эти царапинки белые да, но это черный цвет, ребята а белый цвет? ну, то же самое а, нагревается тоже? тоже здесь видно лучше а, белый цвет не так охренеть где-то для исчезания царапин достаточно там 30 градусов, в принципе и все, да? просто чем выше температура, тем быстрее они уходят сейчас я даже так я в шоке, блин я в шоке вот их нет охренеть не везу осталось, потому что здесь нагрева нет ну да у меня черти дрючили вот это да вот эта пленка вот так работают антигравийные пленки и во всем мире сейчас антигравийные пленки имеют огромный рост то есть весь мир, не только у нас это популярно во всем мире рост антигравийных пленок все производители там соревнуются вот в битве топ колотов верхнего слоя который держит химию который держит а как химию проверить что он держит? ну химию не знаю растворителем 646-ым потрешь и ничего не будет с ней ацетоном потрешь то есть ей вообще что ли похрен? ну похрену ну до какой самая опасность это мойщики для нее не мойщики которые безголовые которые очень близко поднесут аппарат высокого давления факел к близкой поверхности если поднести муху смывает он пойдет потому что мойщиков их тоже жалко они устают там в конце рабочего дня и чтобы муху отмыть он просто близко керхер поднесет он думает сейчас я ее срежу заразу но он может пленку эту прорезать потому что пленка все таки мягкая надо обязательно предупреждать если сделаете пленку не забывайте я прям каждый раз каждый раз машина в пленке машина в пленке машина в пленке 50 сантиметров от кузова значит металлизированные пленки они задерживают сигнал GPS сигнал с транспондера который у тебя стоит у меня есть ты по загородным трассам ездишь я в Питер мотаюсь так стоит транспондер и если ты будешь заклеен пленкой как сказать металлизированная металлизированная она будет сигнал глушить туда а и мне придется вытаскивать руку брать транспорт а ну это лобовуха если давай давай сверху давай камеру не сломать волшебство Александр Шепс это самое не знаю нас видно не видно но дойди до Ирины а там нам металлизированная пленка нужна кусочек какой-нибудь или до Игоря не видно то есть смотри вот эти все пленки то что мы смотрели уже они видишь никак не реагируют на эту лампу то есть я прикладываю значит они все пропускают легко сигнал который исходит от датчиков твоих то есть сигнал все прокроют что значит датчики датчик дождя датчик света нет ну у тебя машина напичкана электроникой да приемных устройств тоже радио все у тебя будет работать корректно если сюда приложить какую-то металлизированную пленку металлизированную она сразу даст вот такой эффект вот она прилипнет вот так вот сюда потому что появляется сопротивление проводность а это все не оно пропускает полностью оно нейтрально то есть и все хорошие пленки они то есть в Китае металлизированная пленка не продается вообще ноли почему? потому что она там не нужна потому что там все в этих транспондерах у людей там все это должно пропускать сигналы как только ты там появишься с металлизированной пленкой тебя там не поймут то есть там даже вот уже в Китае металлизированную не клеят а у нас клеют на каждой подворотне. То есть я вижу, это значит работает? Это значит все хорошо. Если сюда прислонить любую металлизированную, то это будет специфический эффект. Я вот даже знать бы не знал. Вот знать не знал бы, да? Представляете, да? Вам поклеили лобовое стекло, взяли там за это деньги, а поклеили металлизированной пленкой. И все. Это потом либо сдирать, либо постоянно... Хотя прям не так часто. Хотя, если кто ездит каждый день, представляете, зимой высовывай руку, снимай его с окна, носи его в кармане. Ну да, кстати, да, когда давали мне транспортер, говорит, если не хочешь, чтобы он срабатывал, суй его в такой металлический пакетик. Ну как бы вот и все, вот я и понял, в чем прикол. Это что? То есть мы возьмем какую-то пленку, сейчас посмотрим, видишь? Вот так это металлизировано. Ааа, она прилипает прям. То есть не будем. Ну, у любого варианта есть металлизированные пленки. Ага. Это неплохо, просто это вот именно работает вот так с сигналами. То есть на дачу ты приедешь, тебе нужно открыть ворота, ты будешь руку высовывать. Ааа, даже на ворота, то есть которые у меня? Да, конечно. Он отразит сигнал внутрь просто. Ааа, то есть это даже не то, что, ребят, транспортер. Вот я подъезжаю к нашему поселку, у меня есть пульт, соответственно пульт не будет работать. Не будет. В машине не будет работать. Если у тебя лобовое стекло заклеено, оно не будет работать. Он будет отражать это внутрь. Вот сейчас эта пленка отражает. Туда, в лампу? Да, обратно. Ааа, вот что, ребята, имейте в виду. Или вы подъезжаете к даче, да, у вас тоже пульт. Вот это, вот прям вот прикоснуться, если. Вот, оно в обратке, оно внутри. Да, да. Это очень, вот это вообще офигеть, я вообще это не знал. Видишь, свет даже меняется. Да. С красного на голубой вот эти внутренние лучи. Да. Вот так работает металлизированная пленка, любая керамическая пленка. Она нормально пропускает все. Она пропускает все сигналы, никаких отражений там лишних. Прикиньте. Их нет. Ой, что-то я уже подустал. Ой, конфетку. Уж когда уже на ней будем ездить? Сколько можно ее тут шаманим, шаманим? Еще тут надо чате закончить. То есть еще можно много чего делать. Поэтому. Еще можно и месяц с ней возиться. Еще отдать столько же денег, сколько она было потрачено. Что у нас? Какие финальные штрихи, парни? Сейчас будем наносить антидождь. Стекло мы уже подготовили. Так. Стекла. Все. У нас есть аквапель. Такой прекрасный антидождик. Аквапель. Угу. А внутри там находится стеклянная ампула. Стеклянная ампула. В которой находится злобный состав антидождь. Ага. Чтобы сращивание со стеклом проходило наиболее глубоко, он на кислотных, на кислоте, в общем там кислота. Туда и дышишь прямо. Давай. Да. Поэтому мы сейчас ее сломаем. Подождем немножко, пока она подиспарится. Чуть-чуть. Капельки стряхнем крупные. Нам они не нужны. Стряхнем. Ха-ха-ха. Почти. Объясняю, почему стряхивать надо. Правильно? Стряхиваем мы потому, что если крупная капля с кислотой попадет на стекло и потечет, она может стекло даже чуть-чуть прожечь. Сделать в нем такую канавку. Нифига себе. Да. Поэтому нужно с этой штукой быть крайне аккуратным. Ну давай. Поэтому звук там пишет. Вот так мы делаем. Ого. Треснул. Треснул стекло. Сейчас вот здесь смачивается поверхность. Ага. Если посмотреть, камера не увидит. Видно, зеленые, мокрые становятся. Такое испарение идет небольшое с него. Там прям стекло что ли? Нет, там жидкость. Нет, что ты слышу? Ш-ш-ш-ш-ш. Стекло, да. А, капсулу. Тихо-тихо-тихо, аккуратно. Кто капнет, наверное, в микрофон. Вот и все. Сейчас мы можем наносить. Наносить будем быстро, да. Сколько? Антидождь это для того, чтобы капли стекали. Правильно? Сколько это ты говоришь? Антидождь это безопасность. Наша безопасность. Во-первых, удобство. Первое, зимой у тебя лед будет лучше отслаиваться от стекла, потому что он будет отталкивать воду. Да. Второе, это безопасность. Ну, то есть капли просто будут скатываться? Ну, если ты в пути едешь и дождь идет, то ты щетками не пользуешься, и они убегают от набегающего потока. А-а-а. А сколько это будет работать у меня? То есть я же понимаю, что это не навсегда. Оно будет работать точно больше года. А, больше года. Кайф. Поначалу это будет работать от, стартовать от 50-60 км в час, снов капли, да, срыв. Ага. А потом это все чуть-чуть уменьшится, где-то там будет работать от 80-90, но... Вонючая, да? Вонючая, херня. Она не вонючая, она кислотная. А что без маски-то? Режет. Ну, я что-то забылся, болтаю с тобой и... Когда все это наносишь, лучше вообще не дышать. Ну, то есть надо стеклом. Ага. Что, вот такими вот... Вот такими просто движениями, да? Это я сейчас предварительно, потом все это ровненько разнесу. А, а скажи, вот... А то, что... А, датчики не мажем, да? А, о, датчики не мажем. А скажи, я даже видел антидождь там в магазине метро или в Ашане, в автомобильном там этом... Антидожди бывают разные, там, скорее всего, будут такие силиконовые антидожди. Вот там пшик-пшик вот так, пшик. Да, вот силиконовые, это очень ненадолго практически, это до первой мойки щелочной. А-а-а... Хорошие антидожди, они вот такие, нужно стекло подготовить. Знаешь, какой самый простой антидождь? Какой? Губка для обуви силиконовая. Вот если ты в дороге, там что-то случилось у тебя со щетками... Ну... Лайфхак такой. Так... Если губку для обуви где-нибудь купил, там, в магазине, можешь стекло намазать, свирепый антидождь получится. Ну, то есть ты сможешь ехать с неработающими щетками. А-а-а... Слушай, прикольно, нифига себе. То есть, если у вас сломались в пути щетки, возьмите губку для обуви, помните, да, силиконовую натирать? Да, силиконовую, если какая-то муть будет, то можно просто тряпочкой там любой располировать, и у тебя получается такой нехилый антидождь. Ну, до первой мойки надо ехать. Ну, неважно, главное доехать, до первой сервиса. Прикольно. Итак, что, по всем стеклам пойдем, да? Вот здесь крупные капли, нам очень не нужны. Крупные капли будем стремительно собирать в кучу. И разносить это все на все стекла, правильно? Ну, вообще, на все стекла он не нужен, потому что работает от набегающего потока воздуха. То есть, ему нужен воздух, чтобы срывать каплю с места. В смысле? Ну, на заднее стекло не нужно? Вот такая крупная капля будет стоять. Крупная такая, да? Гидрофоб как работает. У нее ветер дует, она уезжает. А если у тебя заднее стекло, там ветер не дует. Наоборот, тебя там закидывает. То есть, заднее не надо делать что-то? Ну, по идее, не надо, я-то сделаю. Я-то сделал, говорит, по идее, не надо. Ну, по идее, не надо. Там же нет воздуха, который дует. Поэтому... Ну, фиг, а может боковой ветер? Ну, разве только. Ну, ты там больше грязи будет, чем воды, помню. Да? Ну, это же не дорожник. У него так... Аэродинамика, кроссовер. Кто это кроссовер-то? Аэродинамика так устроена, что... Ага. Не получится. Так, резиночки не задеваем. Резиночки тоже не задеваем, потому что это кислота, да? Да, она злобная. Это злобная кислота. Так что следить, чтобы... Зеркала мазать не будем, потому что они у тебя... Зеркала не будем, почему? Они там что-то с каким-то этим... Уже чем-то намазаны. Да, просто такие штучки вот такие бывают. Видишь, у тебя тут всякие нанесены, поэтому может их дёрнуть чуть-чуть. Ааа. Поэтому лучше их тоже не мазать. Ааа, ну да, это там контроль слепых зон, еще какой-то пунктир там. Да, поэтому если нужен антидождь, можно покупать вот эти недорогие антидожди. Ими пользоваться, если кто-то сам любит там на даче поковыряться там со стеклом и со своим. Ага. Для профессионального использования вот эти жуткие антидожди не покупайте. Очень высокие шансы сжечь стекло просто, накосячить. А стекла дорогие. Ребят, сейчас будем наносить... Не знаю, какое-то импортное средство, да, хорошее? Да. Это английское средство от компании Furniture Clinic. Это известные мастера кожаные в Англии. Они занимаются там... Кожаными изделиями. Основная их работа это сумками с дорогими брендами сумок типа Birken, Hermes. Угу. Вот у нас представитель есть в России. Называется компания Letech. Угу. Вот такая новая продукция называется XGAR. XGAR, так. Да, это специальные полимеры, которые очень хорошо защищают кожу от прокрашивания, от всяких на нее воздействий. Так, сейчас от прокрашивания. То есть, мы сейчас что сделаем с этим салоном? Мы нанесем на нашу кожу... Ну, у меня кожа вообще, по-моему, у меня не кожа. А кожа это? Кожа-напрессовка. Кожа-напрессовка. Кожа-напрессовка, да? Кожа-напрессовка, да? Кожа-напрессовка? Нет, бывает здесь винил, но здесь видно, что это не винил. Ага. Это кожа. Это кожа, да? Здесь у тебя салон еще такой, благодатного цвета. Но я специально выбирал, Женя. Не белый. Не белый. Не белый. Не белый. На белом это все видно, но на этом салоне будет загрязнение видно в виде засаливания. То есть, когда кожа заблестела, значит она грязная. Так. Сейчас она матовая, видишь, красивая. Эта матовость мы и будем защищать. Ого. Ну, то есть, этот спрей, не спрей, а крем, он именно защищает от джинсы, да? Вот садимся мы джинсами, там клёк. А что? От высыхания кожи. Кожа вообще, это материал, если его в микроскоп посмотреть, это сплетение коллагеновых волокон. Коллаген. Так. Если в микроскоп глядеть на него, то он выглядит как валенок. Реально? Ну, поменьше. Матового. То есть, автомобильная кожа – это самая защищенная кожа, которая может быть вообще… Ну ладно, а куртки вот там… Нет, куртки – это там другая совершенно. А, и другая кожа? Там окраска, а её окунают, ну, образно, в чан с красителем, потом достают, сушат и всё. Больше ничего не делают. Никаких лаков там ничего нет. А, ещё тут покрывают лаком. А здесь слой краски полиуретановый, слой лака полиуретанового. Понял, да? Ага. И мы будем защищать кожу. Значит, это стирание тебя там в любом случае? Всё, что должно… Всё, что должно питать кожу, пройдёт сквозь поры этого лака. Они достаточно большие. А то, что у меня здесь вентиляция сидений, тоже пройдёт? Ну, что? Ну, это перфорация. Здесь ничего страшного. Перфорация. А там же потом воздух, если этот пор изобьёт… Ничего не забьёт. Ничего не забьёт? Точно, да? Поры, я имею в виду, вот поры… А, поры самой кожи. Поры самой кожи. Да, если в микроскоп смотреть, этот материал достаточно пористый. И вот здесь молекулы этого вещества, они проходят туда, внутрь. И питают коллаген вот этот, да? То, чтобы он гибкий и не трескался, да? Там и так далее. А сверху остаётся защитный слой, который будет защищать как раз от красителей, которые там содержатся… В джинсах, в юг. Кстати, в кожаных куртках. Да. Не надо садиться в салон автомобиля, особенно белый. Потому что краситель с куртки, если бумажкой потрёшь белый, он прямо на бумажке остаётся. И он настолько… молекула мелкая, что она проходит туда прямо в кожу. То есть, подожди, если я в кожаной чёрной куртке сажусь в белом салоне, скоро ты поедешь на перекраску салона. Да ладно! Спина у меня испачкается или что? Спина испачкается, жопа испачкается. И вот эти поддержки испачкаются. Конечно. Поэтому в кожаных куртках, особенно, которые… Ну, чтобы проверить… Прошли в салон, сели без курточки и поехали. Чтобы проверить, как у тебя куртка, берёшь белый лист бумаги и трёшь в куртку. Если краска остаётся на белом листе бумаги, это беда. То есть, куртку снимай. Джинс, утрёшь то же самое. У тебя может остаться до синего. Красного кресла. Нам понадобится вот такая губочка, чтобы ровно нанести. А что, какая-то специальная, что ли? Просто губка, поролон. Красивая, вырезанная. Вами вырезанная или что? Нет, это завод-изготовитель. Так, что берём, бутылку аккуратно, чтобы не перевернуть. Убираем её. Сколько таких бутылок надо на салон? Да. Сколько одной бутылки, на сколько салона хватит? Да. Ну, я думаю, штук на 15, наверное. Прикольно. Так. Вот. И ровно это всё дело наносим на кожу, тонким слоем, сильно много не надо наносить. Просто покрываем. Ну, это я правильно понимаю, это как кондиционер, что ли, или что это? Нет, это другое. Кондиционеры, они на полимерной основе сделаны здесь. Специально это всё маньяки кожаные делают. Это компания, которая занимается только изделиями для ремонта, восстановления, окраски, ухода за кожей. То есть состав подобран строго для вот этих полиуретановых красок, для кожи и для именно кожаных изделий. Здесь нет там жёстких полимеров, как вот полочная продукция какая-нибудь стоит. Наверное, на витрине, да, там магазина обычного шелта, я не знаю, на заправках там дрянь полнейшая. Ну и стоит, она тоже там, ну как дрянь. Делаем такой вот массажик такой. Ты сейчас серьёзно, что ли? Да, 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 всё это всё втереть. Чуть-чуть разогреваю я её, она тепла рук. Кожа разогревается. И всё это туда проникает глубоко. Видишь, как впитало. У меня резиновые перчатки, они тоже сухие. Сосало в себя всякое полезное. Вот тут чуть-чуть ещё. Так, ну хорошо. Пролитый кофе, то есть у нас дети. Это и есть защита ещё не от детей, а как сказать, от шалости детей или как правильно выразиться? Детей это другое. Другая защита от детей. Как? Ну она резиновая. Не, ну подожди, ну что значит резиновая? Ааа, защита от детей, говорит резиновая. Я лошара не понял, о чём речь. О Павел контрацепции. Не, ну вот правда, дети, то, что сок разлили, это тоже защита или нет? Ну в какой-то мере, да, конечно. Не надо, смотри, кожа это живой материал. Да. И не надо его обрабатывать жуткими керамическими средствами. Это какими, например, подожди. Мне на мойке говорят, вам кондиционер кожи сделать. Что значит не надо? Смотри, чтобы что-то с кожей делать, это как с лицом. Тебе нужно ее очень качественно подготовить, кожу. Ее нужно очистить, обезжирить. И только потом ты что-то будешь на нее наносить. Если ты на грязную кожу, на мойке, на грязную кожу тебе нанесут еще и кондиционер, у тебя получится с креслом полная беда. Потому что она превратится в такой налет какой-то дряни, пластилина такого. Он скатываться будет как сопли пальцами. Понял, да? То есть прежде чем что-то делать, ее нужно очень качественно очистить. Качественно очистить ее можно специальными средствами для очистки кожи. Но на мойке, по-моему, этого не делают. Вам говорят, кондиционер нанести, намазали и все. То есть получается этого делать нельзя? Никаких составов, там два в одном, три в одном наносить нельзя. То есть это развод на бабки? Конечно. Так это помимо развода на бабки еще и... Мы недавно делали ягуар, к нам приезжали. Кстати, мужчина, если будет смотреть, он узнает. Ягуар такой коллекционный, ему вот на мойке намазали. С ней мучился на полдня. Оттирали то, что там было намазано и делали нормальную обработку, чистку там кожи. Понимаешь? Да, но сейчас это вот звучит, я понимаю, что... Вот женщины тебе скажут, прежде чем что-то намазать на лицо, лицо нужно подготовить к этому крему. Там пользуются всякими очистителями мицеллярными там и так далее. И только после этого, когда у тебя кожа сухая и без жира, ты будешь наносить. Если у тебя кожа жирная, чуть-чуть блестит, на нее нельзя ничего намазывать. Забудь про это. Ну хорошо. Не выглядит это так, значит, что вы такие фанатики своего дела. Не фанатики. Это просто, ну, есть регламент, как это делать. Люди ездят специально, обучаются. Вот ребята там, Летек, они постоянно ездят в Англию, на эту фабрику. Да, то есть там он рассказывает. Знаешь, такие заломчики образуются. У меня есть заломчики, да. Так вот у нас любят... Это вот на этом Лексусе, можно показать на соседнем, да? Там есть? Ну вот у меня такой же Лексус, да, и есть заломчики. Но мне кажется, заломчики, потому что я залажу в него, как сказать, вылаживаю или залажу. Ага, где выключи. То есть заломы... Нет, здесь хорошее сидение. Здесь хорошее? Водительское надо смотреть. Ну, водительское, да, потому что соседнее у меня тоже нормально, а вот водительское у меня почему-то в заломах. Я пытался его по гарантии придуриться, типа, но мне что-то не сделали. Ну, что там, Лев? Не брал, Лев? Ты же на ручку с собой, то есть. А, подлец. Ну, расскажи про заломы. Пойдем, вон будем. Да, вон, на нас здесь можно показать, а заломы дальше-то есть. Сейчас про заломы проговорим. Не знаю, мне кажется, это потому что я так вылажу, на него постоянно бум-бум. Не, ну, у японцев, извини меня, у него... Ну, у него потоньше, да. Не, у японцев хуже, по-моему, кожи, нет? Здесь вот кожа, она такая довольно грубая, выделка, с жопы дракона, да, но все равно видно вот эти вот, да, трещинки. Ну, трещины вон. Вот, вот, складочки. Не, вон прям вообще. Здесь надо ремонт делать, видишь? Здесь это не кожа. А-а-а. Это винил сбоку. А вот на коже вверху, видишь, такие складочки образуются и так далее. Значит, парни говорят, вот у нас любят, очень особенно на лекциях, где кожа гладкая, выровнять ее вообще в ноль и сделать вообще как новую. Англичане нас посмотрели, они говорят, вы еще идиоты, что ли. Это же кожа, она живая, она со временем должна видоизменяться. Ну, как куртка, да, так затрется, что еще кайфовее становится. Да, она где-то подзатирается, где-то вот эти заломчики появляются. Наоборот, ты показывает статусность материала, то, что он живой, он постоянно меняется, образуются вот эти складочки. Кроме гипчистки, ничего с ними не делать. То есть, подожди, если у меня заломы, это не стрёмно? Это не стрёмно, это залом на краске. Понимаешь, что у тебя там слой краски, эта красочка чуть-чуть заломалась, это же не... А, кожа сама нормально. Конечно, с кожей все хорошо. Это верхние слои, вот так себя ведут и показывают то, что они натуральный материал, а не какой-нибудь дермантин, который лопается, вот как на BMW, да? Вот сбоку. А, это дермантин, да? В этом фишка, да. Слушай, прикольно. Когда новую машину забираешь из салона, то брать с собой толкового дитейлера. Потому что дитейлер такой человек, который... Кто такой дитейлер? Давай просто люди. Ну, это он ухаживает за профессионально, за автомобиль. Вот вы дитейлеры? По лакокрасочному покрытию, по салонам работают, по стеклам. И профессиональное искажение такое, да, так называемая, деформация. Мы смотрим на автомобиль под другими углами, чем обычный человек. Да. Так, так зачем вас брать-то? К официальному дилеру, если я покупаю новый автомобиль. Вы-то там зачем? Чтобы вам денег заплатить? Кстати, сколько вы берете за такой выезд? Очень часто автомобили в артосалонах, которые снимаются с вазов, например, да, и получают повреждения какие-то неумышленные, да, там где-то треснули там бампер, где-то там посерьезнее там и так далее, они идут в малярный цех. И вот, чтобы не купить новый автомобиль, уже побывавший в малярном цеху, тебе нужен толковый полировщик, хотя бы, да, там, который все это увидит? Нет, ну подождите, может быть мы говорим о каком-то не премиум сегменте? Вы хотите сказать, что может быть BMW, Mercedes, Lexus купить крашеный? Можно купить не только Bentley, можно купить Bugatti. Крашеный? Крашеный. Ребята, по-моему, сейчас, ну, есть такая история у вас? Конечно. Ну, давай, вот просто, если есть, что было? Фамилии, что, гора? Гора, конечно. 30% автомобилей, по статистике, которые попадают на автовозах в дирские центры, уходят в малярный цех. Поэтому, если вы... Местные притертости во время перегона, когда машина снимают с автовоза, пока машина стоит на площадке где-то, то есть, этот, зацепили ее там лопаты, когда снег соскребали зимой с кузова. Лопаты? Перегонщик случайно, там, перегонял машину из мойки куда-нибудь, там, в цех подготовки и треснул ее там. Ну, бывает такое, ДТП мало. И даже на премиум сегменте, то есть, если это Lada, еще Kia, может быть, да, ну, если у тебя работает, там, что-то балбес, там, да, какой-то там, бывает такое у людей. А в основном перегонщики это что? Ну, это низкая квалификация. Офигеть! Так, ну и что мы ушли от темы? Так вот, ты берешь с собой дитейлер, и дитейлер попросит, во-первых, машину поставить там, где есть нормальное освещение, точечное, да, точечный свет нужен. Либо такие линии, либо линии, либо точки. Так, в смысле, при чем тут свет? На свет, на этот свет видно все искажения по лаку. То есть, можно увидеть вмятины, которые случайно автомобиль приобрел на парковке, да, там, дверью треснула, там, у тебя вмятинка. При матовом освещении ты это не увидишь. Матовое освещение это какое? Ну, матовое, когда дневной свет, ну, то есть, нет источника точечного света. То есть, на это надо обращать внимание, когда вы забираете из салона автомобильную... Машину ты берешь не на один день, просто я думаю, что там, ты ее берешь на какой-то срок, поэтому всегда машину нужно осмотреть очень внимательно. Ну, надо свет, оказывается, смотреть. Хорошо, а если я возьму детейлера, а там не будет света? Ну, они могут принести лампы любые, то есть, там лампы... А, детейлеры берут с собой свет? Нет, в каждом салоне есть лампы. А, лампы, и вы попросите их, да? Конечно, можно попросить, чтобы они принесли лампу для освещения автомобиля. То есть, это и полос ее просмотреть. Офигеть. Хорошо, а сколько такой вот, Павел, выезд стоит? Вот ваша компания... Дорого будет стоить, просто осмотреть машину, это недорого. Ну, сколько? Ну, не знаю, сколько детейлера возьмет. Мы у нас на такой практике нет. Ну, у нас пару раз выезжали, мы там с такими услугами, да. А, выезжали? С такими услугами, да. Три-пять тысяч, пофигу, будет это лада или будет это лекция. Ну, у вас какая разница. А, посмотреть машину? Посмотреть автомобиль, да, на предмет повреждений, там, вмятины и так далее. Вот это, кстати, интересная история. Блин, представляете, детейлер. Потому что, насколько я знаю, приезжает, подбор из автомобиля, это специалисты делают, кто в тачках разбирается. Не знаю, детейлеры или они, у них вот есть такой прозвон. Как это называется? Толщиномер. Толщиномер. Он вот так прозванивает толщиномером и все. Скажи, толщиномер, это всегда гарантия, что машина не крашеная? Нет. Толщиномер нужен тебе совершенно для другого. Толщиномер тебе нужен для поиска некачественного ремонта. Некачественный ремонт, это ремонт с применением шпаклевки. Особенно высоких, толстых слоев шпаклевки. Так, хорошо, ну окей, вот он прошелся по машине. Толщиномер показал, что ремонта не было для выявления ремонта. Ремонта не было. Или он может быть? Например, мне не нужен там, да, и там полировщику не нужен толщиномер, чтобы увидеть место окраски. Мы так его увидим. Если окраска производилась с соблюдением технологий, без там толстых шпаклевки и так далее, и железо там выведено нормально, и ее покрасили, то толщиномер тебе ничего не покажет. То есть ты хочешь сказать, что толщиномер, которым пользуются вот эти люди, которые подбирают машины, или как это, берут их в трейд-ин, там, не знаю, даже автосалон. Они сами прекрасно понимают, для чего он нужен. Он нужен для поиска некачественного ремонта. Ну то есть, если дверь эта крашеная, но крашена правильно, толщиномер хрен что покажет? Да, конечно. Вы это знали? Я в шоке, ребят. Ну, не, честно вот сказать, не то, что я при них-то грыли, потому что мне бесплатно тут что-то сделали, нет. Мне сделали скидку, но я хочу от себя сказать, что просто, правда, приятно с ребятами здесь быть, потому что реально грамотные, может быть, даже чуть-чуть повернутые на своей профессии, но по-другому как, да? Ну как бы, ну слишком как бы, да, вот я думаю, на мойке, вот кондиционером обработаться, вот я бы не знал, что надо еще как-то готовить там что-то машину, хрен его знает. У ребят как бы на это все свое мнение, поэтому надо обращаться к специалистам и реально взять с собой детейлера, детейлер. Да, хорошая химчистка, как и обработка, не может стоить очень дешево, потому что на мойках, как обычно, предлагают 5-6 тысяч рублей. Нет, ну это химчистка салона. Химчистка салона. А сейчас я тебе говорю про кондиционер. Я тебе говорю про химчистку салона. Химчистка салона не может стоить 5-6 тысяч рублей. А сколько она стоит химчистка? Она стоит топ-15 тысяч, где-то так, хорошая химчистка. Хорошая химчистка, это с потолком? Ну потолок, чаще всего потолок, мы это в легкую обрабатываем, именно с чистыми щеточками, потому что есть возможность провисания потолка при применении каких-то химических там... Химчистки, это химия. Во-первых, химия должна быть максимально безопасная, а во-вторых, ее нужно полностью удалять из салона. Потом. На мойках тебе это никто не сделает, поверь мне. И во-вторых, тебе будут использовать химию, которая содержит хлор и формальдегид. Ты этим будешь дышать. А, потом я этим дышать буду? Да. Формальдегид знаешь, что такое? Это яд страшный, и он вызывает нехорошие очень болезни, которые слух называют даже нельзя. Поэтому, например, в Штатах мы ехали на выставку, и у нас пролился рассол погуречный, банка упала, и в ноги пролилась, а машина была арендованная, ковриков в ней не было, ну, то есть Штатный ковер. И он впитал все это. Это была Аризона, на следующее утро, плюс 35. Все это воняло так, что, ну, там, оттас вообще. То есть мы нашли там мойку первого папашица, приехали туда, там, сказали, немедленно набрасывайтесь, хватайте пылесосы, химчистку, там, этим, там, пену, и чистите. Они сказали, не-не-не-не, мы этого делать не будем. Максимум, что мы можем сделать, это пропылесосить. Если тебе химчистку нужную, то тебе к спецпарням. В смысле, там в Америке не делают на автомойках? Нет, нет. Едешь к спецпарням, сейчас объясню. Это вы, спецпарни, это как вы. Да, да, да. К спецпарням, значит, туда приезжаем, мы говорим, вот такая проблема, они говорят, 200 долларов. Мы говорим, за 200 долларов мы зайцев в поле лопатой сейчас убьем. Я воробья в поле загоняю. Они объясняют то, что у нас эта деятельность лицензированная химчистка. Потому что ты работаешь химией в замкнутом пространстве. И если твой ребенок туда сядет, и у него начнется приступ пастмы какой-нибудь, или там аллергия, то ты не то, что бизнес потеряешь, ты сядешь в тюрьму. Поэтому ты проходишь курсы, на которых тебе говорят, чем ты можешь работать, чем ты не можешь работать, как ты можешь работать, как тебе эту химию наиболее ловко удалить из обивки. Ну, то есть полностью высосать ее надо оттуда, специальными промывайками, декстракторами так называемыми. И когда ты получаешь эту лицензию, на один год ты ее получаешь. Пипец. И каждый год ты проходишь обновление, обновление, обновление. Ты за это деньги платишь, и ты потом работаешь. Ты имеешь допуск к работе внутри автомобиля химическими веществами, а эти обчистители достаточно агрессивные. А у нас на мойках там... Парни из ближнего зарубежья работают. На большей части моек используют состав, который содержит хлор. Он хорошо чистит, но он жутко воняет, и его очень тяжело извлечь потом из ковра. То есть ковер постоянно будет давать первым. А, и ты постоянно будешь этим дышать? И когда влажность повышается в автомобиле, ты этим дышишь просто и все. Поэтому выбирайте сами. Ёпта! То есть, ну я же правильно говорю, там у нас на мойке работают из наших дружественных... Да какая разница? И смотри, на самом деле... Не, ну они... То есть херачат по херу, какая там лицензия. Нет, что им купили и дали, тем у нее работают. Что подешевле, я там думаю. Конечно, зелаем покупать самое дешевое, но самое хорошее то, что вычищает. А вот эти термоядерные составы, они чистят очень хорошо. Но вопрос единственное, как потом ты будешь с этим... Херклор, это яд, и формальдегид, это ядище. Ощищает хорошо, но как ты потом будешь с этим жить неполярно? Да, мы такие машины переделывали и там человек там в прошлом году к нам обращался, Мерседес, амелка у него была, и вот ему почистили так, а у сына приступы астмы начались. А этого не было астмы потом начались? Нет, она у него есть, но в машине-то я его так не наплобучивала, а когда это сделали, он же этим дышит всем, а это прям раздражает слизистую очень сильно, начинается там воспаление, вот это резко, крупно, да, так называемое. И там пацан просто задыхался начал в машине. Мы эту машину вычищали 4 дня. 4 дня мы эту химию удаляли из машины, которая там была. Там просто наливают ее и не вытирают потом, даже не убирают экстракторы, понимаешь, в этом проблема. Основное в химчистке, химию из машины полностью вытащить, в которой ты работаешь. Ну тем более, да, тем более, надеюсь, она едает. Вы поняли, да, о чем речь? На мойках, ну то есть, хорошо, ну я понял, на мойках вообще нельзя химчистку делать, это надо делать у специалистов. Так, хорошо. Надо сильно уточнять, чем люди работают. Чем, хорошо, а как я, приехав к вам, пойму, что вы мне не тем зафигачили? Или как вот это? Тут тоже, да, это как с тонировкой или с пленом? Мы можем показать все эти самые составы, которые мы работаем. На них есть МСДС. Что такое МСДС? Паспорта безопасности. А, паспорта безопасности. Что содержит эта химия? Вот реально у вас все сертификаты и прям все документы? И как эта химия, как быстро она разлагается, да. То есть, вот химчистки хорошие, да, которыми люди работают, после смешивания с водой, там, концентрированные растворы, он активен где-то, ну, бодро, несколько часов. И потом это все начинает из-за присутствия кислорода и влаги распадаться на такие безопасные компоненты, которые сами по себе, то есть, несрочные, да, они никакой опасности вообще для здоровья не представляют. Поэтому в основном это американские составы, их, в принципе, в России довольно много представлено. И очень многие компании, детельные, они работают как раз для химчистки американскими составами в силу своей безопасности. Плюс человек, который работает, ему же тоже жалко. Если он будет постоянно дышать вот этой зверской химией, у него там будут проблемы, будут. Человек принес справку, то, что у него отек, отек слизистый постоянно от работы с химией. Ну, так реагирует организм. То есть, мы его с химчистки перевели на другую должность, да? Ну, есть такое. Пипец, вот такая вот полезная информация. Так что, я уверен, этот выпуск, если вы сейчас смотрите, то вам это будет полезно. Тем более, если у вас есть дети, да и в смысле дети, даже если у вас нет детей, какая разница, вам думать, вам ездить для себя лично. Поэтому я лично, блин, сделать кондиционер, а сколько, что-то 500 рублей. И вот они натрут чем-то. Я еду, но я чувствую запах. Но я думаю, что это хороший запах, типа меня очистили что-то или кожу смягчили. Я хер знал, чем там альгидиды, хронгидиды. Короче, ничем не пользуйтесь. Это просто жижа какая-то, там, три в одном, это, ну, сделано для полочный продукт такой, да? То есть, do it yourself, делай сам. Но это на мойках используют вот эти недорогие. Но это не надо делать, правильно? Потому что мы кожи только хуже делаем. Использовать надо всегда профессиональные составы, и использовать их надо грамотно. Вот женщины понимают, которые тебя смотрят, они понимают, да? Я говорю, ты этот детейлик и работал с этими материалами отделки, это как с кожей. Ну, короче, я к чему? К тому, что не надо на мойке делать вот эту херню за тысячу рублей. Лучше каждый раз, если вы... Если тебе на мойке объясняют то, что они сейчас ее почистят. Да кто там объясняет? В нормальном среде. Я говорю, машина в пленке приезжает. Нет, мойки, согласен. Которые, да, там, тоже держатся за свою репутацию, они тебе могут объяснить. Но, блин, мы на такие не ездим. Даже вот я лично не езжу. Вот у меня там ребята, я говорю, в пленке поняли, да? Поняли, да? Но они, я понял, не поняли. Единственное, что вот они понимают в пленке, наверное, что ее смывать нельзя на 40 сантиметров держать в керхер, и все. Вот. А то, что на самом деле там, кроме этого, еще, то есть у тебя, например, когда машина приезжает с жары, приезжает сразу на мойку, что сразу химию применять нельзя, это они, наверное... Вообще никто не думает. Никто не знает. Ну вот, просто что я пытаюсь объяснить, Леша, понимаешь? То есть, если каждый раз женщина на мойке делает себе комплекс и платит за кондиционер тысячу или там сколько это стоит рублей, да? Ну да. К чему? И она это делает, грубо говоря, в год раз 20. Она тратит 20 тысяч. Зачем? Приедь к вам за 15 тысяч рублей. Вы сделаете мега круто. Один раз. Один раз на год. И человек охренеет от качества, да? Сядет, как будто у него новый салон. Не, ну в любом случае нельзя там тоже свинячить в машине тоже не надо, потому что там бывает такое, что даже девушки приезжают, там килограмм песка и килограмм грязи. Нет, ну понятно, но на мойке там пылесосит. Я тебе просто к тому, что... Пылесос этого достаточно и все, остальное ничего не надо. Если где-то, если вы где-то притертость кожи, вы же все исправите. Ну, то есть покорябал, что... В этом случае, да, здесь уже обращаемся тоже к ремонтникам кожи, то есть профессиональным, которые пользуются тем же самым составом, который Павел показал, то есть компанией Литек, то есть поэтому они восстанавливают почти 100% повреждений там на коже. Заводской технологии. Ну, все, что я пытался объяснить, не надо тратить на обычных мойках, хер пойми за что, по 1000 рублей каждый раз или сколько это стоит. Просто что? Просто помойте машину. Просто помойте машину, да. А раз в год лучше заехать к специалистам в вашем городе, наверняка в Самаре и в Астрахани и в Тольятти они есть. За кожей, кстати, не надо часто ухаживать. То есть она тоже слишком частых чисток. Где-то раз в три месяца, раз в квартал. Раз в квартал. Если у тебя светлый салон, то слишком часто не надо. Вот так. Понятно? Ставь лайк, если нравится, о чем мы тут говорим. Так, ну что, я уже все, я уже собираюсь уезжать. Павел говорит, сейчас подожди, Дэн, еще что-то фокус какой-то тебе, говорит, покажу. Вот целлюлозная бумажка. Значит, половина этой бумажки обработана составом. Состав предназначен для блокировки проникновения красящих пигментов, которые содержатся в одежде, в напитках, в грязи, ну и так далее. Загрязнители, да. Они препятствуют проникновению загрязнителя глубоко в текстур материала. То есть он облегчает последующую чистку. Да, я правильно понимаю, что это не салон, то, что мы с тобой кремом английским мазали? Нет, нет. Это чисто пол. Это для ворса. А, ничего? Обычное кофе. Обычное кофе. Это кофе. А это визитка, обычная ваша визитка. Это не наша визитка, это целлюлоза чистая. Визитка не ламинированная, это просто целлюлоза. Целлюлоза это бумажка, блин. Да, зева у тебя на кухне. Горячий кофе. Да, вот мы ее туда запихтяриваем. Можно над ней поиздеваться, помешать, поболтать. Утопить там, я не знаю. Это как будто сейчас мне на коврик налили кофе мне. И ногами растоптали. Так. Или животное написало, да? Обычный кофе. Вот, вытаскиваем все это дело. Кладем на салфетку. В принципе, видно, да? Ну, уже видно. Да ну нахрен! Понял, да? В чем смысл? Смысл в том, что вот эта часть, она промокла и окрасилась. И вот так, видите, разваливается. А эта не окрасилась. А эта не окрасилась, и она вообще не развалится. То есть, бумага держится. Соответственно, получается, что ковры у меня, ну не то, что будут прочные, а они просто не пропитаются? Нет. Или что? У ковра есть ворс, вот такой, да, как у микрофибры. Состав там за эти ворсинки держится и не пропускает загрязнитель туда, в сам материал. Понял, да? То есть, тем более, это надо делать тем, у кого светлые ковры. Любые ковры. Нет, ну понятно. Ты приедешь, ты захочешь их почистить, ты просто их почистишь, мокрой тряпкой. Тебе даже химия не нужна будет. Понял? Вот для этого это нужно. Хорошо. Мне надо на мойках предупреждать, что у меня машина в пленке, а ковры у меня... Не надо мне лить химией, тем более мне говна там насыпят этого. Нет, пускай они там пылесосят. Ну пылесосят, но без химии. Да. Слушай, ну крутая штука. Ну в общем, вот для этого это нужно, защищает просто от окрашивания, от случайного там, да, то есть... Это чье, Америка? Это Швейцария. Это Швейцария. У меня все это обработано? Обработано. Можете мчаться.